Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришина. В преддверии выборов, на что только не идут, народные избранники, что называется, для того, чтобы набрать политические очки. Как мне кажется, это связано только с этим. Может быть и нет. Напишите просто в комментариях, что думаете по этому поводу. Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей просто так. Причем не просто раздать разово, а раздавать с 2022 года ежемесячно. Послушайте, что пишут. Депутаты от «Справедливой России», самое что интересное, что они внесли законопроект об отмене пенсионной реформы. Теперь вот, то есть, самые такие запросы у общества есть на что. Отмена пенсионной реформы, потому что, очевидно, правильно Садальский говорит, люди просто не будут доживать до пенсии. И, что называется, поддержать просто рублем, поддержать деньгами. Вот они это используют. Депутаты «Справедливая Россия» планируют внести в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих. Пишет ТАСС. Депутаты предлагают раздать населению по 10 тысяч рублей просто так. Сопредседатель партии «Справедливая Россия» за правду Захар Прилепин считает законопроект не столько социальным, сколько символическим актом. Он отметил, что на 10 тысяч рублей социальным иждивенцем не станешь, но эти деньги повысят статус гражданина даже в его собственных глазах. Лидер «Справа Россов» Сергей Миронов сказал, что средства на выплаты можно взять из перераспределения налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья за счет изменения бюджетного правила. В перспективе деньги должны получать все россияне вне зависимости от размера дохода, считает он. Документ пока не был направлен в правительство для получения заключения. Если инициатива найдет поддержку, выплаты могут начаться с 2022 года. Ранее о намерении прекратить работу при получении базового дохода, то есть каждый месяц по 10 тысяч получать. Рассказали 19% россиян. То есть 19% готовы вообще перестать работать, 10 тысячам хватит на месяц, видимо. Значит, около 50% при этом продолжили бы работать в свободном режиме. 31% не стали выбрасывать работу ни при каких обстоятельствах. Единая Россия против. Друзья, я считаю, что это такие популистские высказывания. Естественно, я думаю, что никто не будет. У нас в пандемию по 5 тысяч, по-моему, 3 месяца детям и по 10 тысяч раз. Поправьте меня, если я ошибаюсь, выплачивали. То это была большая проблема, много заявок и так далее. А уж по 10 тысяч просто так выплачивать всем, ну, не знаю, может быть, это только мое мнение, но в это очень слабо верится, что по 10 тысяч всем каждый месяц. Ну, еще раз скажу, что отмена, вот недавно «Справедливая Россия» внесла законопроект об отмене пенсионной реформы. Сейчас это. Мне интересно, вот, принимали закон о том, об ответственности депутатов за предвыборные обещания. Если помните, такой закон мы с вами разбирали. Вот мне интересно, в данном случае они могут сказать, а мы не обещали, мы сказали, что внесем, внесли, а это не приняли. Но, по идее, если они говорят об этом, предлагают, как бы, ну, видите, они не обещают, если бы не пообещали, сказали, что если мы, там, вы нас выберете, мы сделаем так и так. Ну, в общем, это все хитро делается, но мне кажется, что это все исключительно вот перед... А сейчас, что только не будут обещать, мне кажется, ближе к сентябрю нам вообще все, все пообещают, что можно. Друзья, ну, тем не менее, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, думайте по этому поводу. Но мне еще, знаете, что стало интересно, что почти 20% россиян прекратили бы работать, а половина в свободном режиме бы стали работать, в 10 тысяч рублей в месяц. Мне интересно, сколько подписчики комментариев напишут, сколько, значит, действительно бы... Ну, с моей точки зрения, в 10 тысяч это очень мало для жизни, и нет никакого смысла, там, бросать работу или работать в свободном полете, режиме. То есть, для меня какие-то странные вот эти цифры, они не указаны, откуда они их взяли, но тем не менее. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.